И всем привет, с вами Матвей, и извиняюсь за то, что месяц не выходили ролики. Мы начинаем прохождение игры по мотивам Яролаша, что ли. Ну, в принципе, да. Игра называется Яролаш Лэнд. В этом году ей исполнилось 10 лет. Она вышла 26 февраля 2009 года. Игра в жанре квест. Ещё что-то сказать не могу. В эту игру я уже играл. Что-то уже проходил её. Что-то могу вспомнить, что-то не могу вспомнить. Как-то так. Ну, а мы начинаем. Новая игра! Сегодня прекрасный день. И я чувствую, что со мной должно произойти что-то необычное. Гоша, а ты сделал математику? Тебе уже скоро выходить в школу. Эх, пока всё как всегда. Да-да, практически сделал. Осталось совсем чуть-чуть. Так. Поторопись, Гоша, а то в школу опоздаешь. Надо просить помощи у Маши. Всё для спорта. Всё для победы. Это для того, чтобы доходчивее объяснять свою точку зрения. Ты... Этим ты точно доходчивее объяснишь свою точку зрения. Мой любимый плеер. Буду слушать музыку. Пригодится. Этот самолётик я сделал из тетрадки для домашних заданий по русскому языку. Что ещё? Да, уж по математике нам задали сложные примеры. Может быть, Маша мне поможет? Это мяч для игры в баскетбол. Шоколад. Компьютер пока выключен. Свежий воздух помогает решению задач. А, может самолётик запустить? Лети! И как томатическим способом именно домашних? У вас одно новое непрочитанное сообщение. О, ну-ка, ну-ка. Приглашение. Приходи в Яралаш и участвуй в новых сериях. Кастинг сегодня. Доступно всем желающим. Супер! Вот бы мне туда попасть. Это же моя мечта сниматься в Яралаше. Только сегодня контрольные уроки ещё не сделал. Надо срочно что-то придумать. Чувствую, ты похлеще, чем браузер Амиго скачал. Что это такое? Что ты накачал на свой компьютер, что у тебя всё так? Зачем тебе такая клавиатура? Почему клавиши цветные? Только щек, будто ты их заменял, потому что ты её бил. Ладно, допустим, что дальше? Пиратский остров. Только сейчас чушь. Первобытные каникулы. Мамонты, ящеры и даже драглодиты. Каникулы – это здорово. Космос – это супер-пупер модный клуб города. Для того, чтобы в него попасть, нужен специальный флайер. 20% распродажа в самом крутом бутике города. Надо обязательно что-нибудь приобрести у них. Медиахаус – это же мои самые любимые игрушки. Это студия, если что, эту игру и сделала. Так, че... Зачем это? Ну, допустим. А если реально по этому позвонить, то кричим буду. Ай, ладно. Чат, как я понял. Да, да, чат. Недоступен. Оффлайн. Оффлайн. Скейтеры клёвые. Да. А как стать клёвым скейтером? Просто им стать и всё. Для этого надо обладать некоторыми атрибутами скейтера. Какими? Крутая кепка, которую можно одевать задом наперёд. И всё? Крутая футболка. И всё? Крутые кроссовки. Так просто. И ещё нужна крутая скейтерская доска, на которой ты умеешь кататься. Спасибо за совет. Привет. Как дела? Неплохо. Я вижу, ты развлекаешься. Самолётики пускаешь. Пока не особо развлекаюсь. Домашку надо сделать по математике. Давай побыстрее, выходи во двор. Успеем поиграть, например, в казаков-разбойников. Хорошо, Маш. Буду ждать тебя. Маш, а ты можешь меня выручить? Как? Мне надо совершить подвиг. Убить огнедышащего дракона? Нет. Спасти мир? Ну, практически так. Тогда сделать домашнее задание по математике? Да, точно. Цепляй тетрадку на крючок. Начинаем. Жду. Допустим. Машка, тяни! Кинул и прям идеально попал. Нормально. Лови! Ты что там сделала? Ты вообще точно там писала? Маша хорошо решает примеры. Настоящий друг. Спасибо. Или это... Ты там точно писала? А не просто там взяла тетрадь там где на год вперед решение. Задачу этих. Я супергерой. Я супергерой. Осталось только попасть на кастинг в Яралаш, чтобы прославиться на все сто. Какое золото у нас выросло. Допустим. Допустим, пошли. Допустим, пошли. Темновато тут. Мне подождите. Мне подождите там... Что-то было... А, вспомнил. Это моя нелюбимая там, где надо искать это... Включать и выключать. Так гораздо лучше. Отлично. Я его нашел. Подожди, там что-то было. По-моему, я что-то закрыл в этом ящике. Ну, возьмем на заметку. Этим летом обещают много дождей. В шкафу лежат рыболовные принадлежности. Но пока я не собираюсь на рыбалку. Я собираюсь стать кинозвездой. Что это такое? Ладно, лучше. Бабушка на кухне моет посуду. Я думаю, мне не стоит туда ходить. О, кошка. Мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу. Блин, минус уши. Мяу. Если выключить свет, то мурку будет не видно в темноте. В принципе, логично. Мяу. А как определить, какого цвета кошка, если все равно выключен свет? Просто взять и определить. Мяу. А я какого цвета, если выключен свет? Мяу. А вот это уже вопрос. Наверное, рыжего, бежевого. Ай, ладно. Так. Надо найти мой телефон. Я оставлял его где-то в коридоре. Это коридор? Я думал, это просто большая комната. Вот мой телефончик. Я всегда на связи. Ну, допустим. Аша – мой самый лучший друг. Он сможет придумать что-нибудь для того, чтобы не ходить в школу и попасть в Яралаш. Нужно ему позвонить. А что фильм? Ой. Блин. А. 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 Вспомнил. Он там типа… Он сказал то, что он смотрел фильм крутой. Там главный герой просто супер крутой. Ничего себе. И он бац-бац, и все злые тоже были крутые, но он их с одного размаха. Отличное кино. Паша, мне Яралаш прислал приглашение на кастинг. Ну, они обычно присылают. Ты меня не понимаешь. Мне надо туда попасть. Ну, школа и всякое такое. В общем, надо разработать секретный план. Как попасть в Яралаш и не ходить в школу. А. Вот ты о чем. Да. Есть какие-то идеи? Ты же супермозг. Идея есть, но это не телефонный разговор. Я уже бегу к тебе. До встречи. Ну, давайте пойдем к нему. Так-так, что у нас тут интересного происходит? Ну, например, птица летит. Зеленая. В тринадцатую… А, в одиннадцатую… Ну, ладно. О, дежурная квартира. Да, странно то, что в одну квартиру разное… Нечего мне сейчас на крыше делать. Мой велосипед. Сейчас велосипед находится в починке. Я починю его позже. Мой велосипед. А. По-моему, лифт не работает. Нечего мне сейчас на крыше делать. Ну, ладно, пошли вниз. А здесь живет мой друг Паша. Субтитры. Ну, ладно. А, пошли. Ну, там, пошли. Поехали. Ладно. Поехали. Опечатано. О, собака можно. Бобик. Привет, Бобик. Я очень люблю разговаривать с Бобиком, потому что он приветливый и дружелюбный. А ещё Бобик умеет решать примеры про сосиски. Сколько будет две сосиски, прибавить две сосиски. А если потом отобрать одну сосиску? Хорошо, не буду отбирать. Ну, допустим. Давайте к Паше зайдём. О, Паша, привет. Что у тебя тут интересный вкус? В этой куртке Паша спортом занимается. Что ты такое? Что ты такое? Что, серьёзно, только одно такое? О, Господи. Праздничная маска африканского племени Тумба-Юмба. Учитель географии просто обзавидовался. Праздничная маска африканского племени Тумба-Юмба. Ладно, давайте с Пашей поговорим. Ух ты, ты один дома. Да, предки уехали в свои путешествия. Значит, можно разгуляться. Можно. Надо только вначале обсудить наш план. Самый секретный план из всех секретных планов. Однозначно. Попасть на кастинг Яралаша и не пойти в школу – это суперзадача. Надо придумать правдоподобную историю для Марии Николаевны. Про что же? Во-первых, по дороге в школу тебе могла встретиться очень злая собака, которая не пускала тебя учиться. Во-вторых, тебя могли просто украсть инопланетяне. И, в-третьих, ты мог просто заболеть. Злая собака? Очень злая и голодная собака, которая ест всё на своём пути. Где же её найти? Вот Бобик у нас такой добрый, никого не кусает и решает задачи про сосиски. Сложновато. Сложновато. Мария Николаевна не верит в инопланетян. Да, я помню. Она говорила, что скорее станет снова ходить на дискотеке, чем поверят в инопланетян. Не подходит? Не подходит. Ага. О, я вспомнил это моё самое любимое. А как заболеть? Ведь мороженого много и быстро не съесть. А не надо мороженое. Можно сделать что-нибудь дурацкое. Сделать что-то дурацкое и заболеть. Дурацкое? Да. Давай будем рыбу в ванной ловить. И нам выдадут справку о том, что сегодня в школу не пойдём. Берите на заметку. Если вы хотите, чтобы вам выдали справку о том, что вы заболели, просто ловите рыбу в ванной. Если вас отправят в психушку. Здорово. Точнее для сумасшедших. Так, тебе удочка нужна? Да. При помощи неё мы сможем обмануть доктора. Я скоро вернусь. Удачи. Я вспомнил где. Удочка. Удочка мне пригодится для того, чтобы устроить одно небольшое мероприятие для доктора. Ты кто? Извиняюсь. Вот, нашёл у себя в закромах. Гениально. Гениалити. Итак, мы начинаем. Ага, и что тут делать? Удочка у нас есть. И что теперь делать дальше? Я буду ловить рыбу, а ты вызывай доктора. 9-1-1. 9-1-1. Ой, сейчас начнётся. Сейчас начнётся. Служба 9-1-1. Ваш звонок очень важен для нас. Меня зовут Гоша. Я нахожусь в ванной. Ловлю рыбу. И у меня ничего не получается. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Ой, там сказал мне нужна помощь. Рыба не ловится. Заговаривать пробовали? Как? Ловись рыбка большая и маленькая. Пробовали. Удочка есть? Есть. Понятно. Ситуация нестандартная. Скоро будем. У Паши, видимо, ванны. Окно. Что за... Обожаю Яралаш. Он даже посмеялся. Во-первых, где-то минимум 15 минут должны были ехать. Тут мигом примчались. Во-вторых, они поднялись очень быстро. В-третьих, они вошли... Они не постучались и вошли. И в-четвертых, кто им открыл? Те чудители, которые в Чамонтанах у Паши живут. Или Маска. Ладно. Это Яралаш. Я понимаю, что это... Мы тут рыбу ловим. Да вы что? В общем, нам надо справку. Без стук и... Никто не открыл. После вошел, типа, забирает. Конечно, конечно. Конечно. Обязательно у вас тут рыбное похоже. Сейчас все сама проверю и посмотрим. А нам Миса, конечно, конечно, сказала, конечно, конечно. Ну, типа, кадет. Так, не говоришь то, что сейчас рыбу поймаешь? Ой, ладно, допустим. Так как насчет справки? Ну, справку дать не могу. А вот рецепт, пожалуйста, могу написать. Рецепт? Рецепт. Рецепт очень простой. Надо два килоперловки сварить на медленном огне. Сделать прикормку и можно продолжать рыбалку. Это краткая справка из энциклопедии юных рыболовов. Рецепт. Ага, спасибо. И ты там пишешь что-то. Быстро написала. Подчерком врачей. Стоя, на ладони. И что-то там ты вряд ли написал. Это рецепт. Как правильно ловить рыбу? Он не подходит вместо справки для школы. Он выглядел, как будто он что-то нарисовал. И вот это она быстро написала и печать поставила. Или это подпись. Ладно, допустим. Паша, так ты пойдешь в школу? Не, не могу. Очень хороший клев. Я так люблю рыбалку. Паша? Не мешай. Тихо. Всех рыб перепугаешь. Ну ладно, допустим. Я пошел. Пусть они там ловят рыбу. Ну ладно, думаю, для первой серии хватит. Да, именно хватит, потому что я это уже несколько раз перезаписывал. Ладно. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комменты. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok